Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, недельная глава Талдот. Продолжается история жизнеописания или геносистемы наших праотцов. В книге Кахелет Соломона Царя, считается одного из самых умных людей, она заканчивается следующими словами. Выслушай сущность всего, бойся Бога и заповеди его исполняй, потому что в этом все для человека. Ну, бойся Бога, еще понятно, главная цель жизни – заповеди. А зачем вообще человеку столько заповедей? Для чего? Может, дали бы одну там и все. Написано Магит из Дубна, приводит пример, который объясняет, почему нам требуется столько заповедей. Жил человек, решил заняться торговлей. Опыта не было, и он решил, что молодой человек попробовать себя в большом бизнесе, собрал все деньги и поехал в город Лейпциг закупить товар, чтобы продать его в другом месте и так далее. В этом городе имелось огромные склады, много лавок, торговля, магазины. Ну, кроме того, в нем были рестораны, всякие, ну, мягко говоря, злачные места и так далее. Ну, человек чуть не запутался в всего этого соблазна. Но в гостинице, к счастью, где он остановился, он встретил своего родного дядю, который хорошо знал город, торговлю, да и людей тоже. Он сразу направил племянников всевозможных оптовиков. Утром только тот просыпался, уже утром открыл глаза, стоит человек, тот шел, продает, тот там муку, еще что-то. В общем, на следующий день только он проснулся, опять пришли люди. И так он за 2-3 дня закупил все, деньги закончились, товары закуплены, чудесно. Как торговля, спрашивает его дядя. Был очень хорошо, сказал племянник, все время был занят бизнесом, но у меня не осталось ни минуты свободного времени. Я хотел, думал, поразвлечься немножко, но деньги кончились, надо возвращаться. Это я имел в виду, сказал дядя. Я знаю, что в городе имеется большое количество разных, ну, мягко говоря, нехороших мест, где ты, не имея опыта, мог быстро спустить привезенные деньги. Поэтому я послал тебе продавцов, чтобы все привезенные тобой деньги пошли в товар, с помощью которого ты заработаешь и обеспечишь себя всем необходимым на следующий огромный промежуток времени, чтобы не произошло, что за день ты все растерял. Наподобие приведенного вот этого примера, да, Творец посылает душу человека в этот мир, чтобы сделать хороший бизнес. Она наберет заповеди всякие там и так далее и станет намного более в лучшем месте. Поэтому, выполнив одну заповедь, необходимо сразу же приниматься за следующие, чтобы не оставалось времени ни на какие глупости. И так до 120 лет. Любовический Рэбе вообще говорил, если у вас что-то не получается, не тревожитесь, положитесь на Бога. Даже в случае неудачи, вследствие вашей ошибки, положитесь опять на него. Верьте все к лучшему, сохраняйте спокойствие. И при виде того, как вы ему доверяете, он обязательно исправит дело. Поэтому вот тут должно быть вера и доверие тоже еще. Тоже еще короткую историю. Одного африканского вождя был друг. И этот друг постоянно, я всегда говорил, все к лучшему, это очень хорошо. Однажды они пошли на охоту. Друг чистил ружье короля. И так великолепно его зарядил. Ну, как-то что-то там не то. И что-то неправильно. И вождь выстрелил и случайно отсылил себе палец на ноге. Закричал от адской боли. А друг его говорит, так это все к лучшему, все хорошо. Вождь был не себя там от ярости, как ты смеешь там. В общем, посадил его в тюрьму. Посадил в тюрьму. Год сидит тут в тюрьме. Вождь пошел на охоту один. Обычно ушел только с этим другом. Ну, попал в плен к людоедам. Они его связали, поймали. Начали разжигать костер, хотели скушать. Вдруг один из них видит, у него пальца не хватает на ноге. А по верованиям этих людоедов, они не могли есть физически ущербных людей. Вождя отпустили, говорят, иди с миром, наша вера не позволяет тебя кушать. Вождь пошел и думал, как же я. Я жив благодаря тому, что мой друг, в общем, отсылил мне палец. А я его посадил в тюрьму. Приехал, велел выпустить его сразу из тюрьмы. Встретился с ним, рассказал ему, что произошло. Стал извиняться, прости, что я так погорячился, посадил тебя в тюрьму. Это очень плохо нет, говорит друг. Это очень хорошо, все к лучшему. Почему, спросил правитель. Что хорошо, я сидел год в тюрьме. Он говорит, да потому что, если меня не посадили в тюрьму, я бы с тобой был на охоте, а у меня с пальцами все нормально. Вот здесь главный минус, главная мораль всего, что происходит. За минусом, который бывает в жизни, всегда стоит какой-то невидимый нами плюс. За проблемой всегда стоит возможность. За словом нет стоит, да и так далее. Так устроен этот мир, и так надо его видеть. Поэтому мы с вами в преддверии месяца кислеф, мы с вами в преддверии месяца чудес. Поэтому брахавы от слаха, всего самого лучшего, хорошей недели и вообще всего самого-самого лучшего. Верим, надеемся, живем и помним, что за всегда проблемой есть не только решение, но и плюс. Брахавы от слаха.